Дорогие друзья, уважаемые товарищи, это не просто выставка. Донбасс это наша судьба, наша боль и наше будущее. Если мы этого не сознаем, мы еще допустим одну ошибку, которая дорого обойдется каждому из нас. Донбасс это первый и самый мощный индустриальный район нашей державы. От Донбасса пошли ветви развития во все регионы, на Урал, Сибирь, по Волжье. Донбасс собирал лучшие, самые талантливые кадры. Это не просто индустриальный кочегарка, это и сплав дружбы народов, который проявил свои лучшие качества даже в этой лихой времени. Донбасс первый стал против нацизма и бандеровщин. Донбасс нам всем показал пример, как можно достойно и храбро это делать. Донбасс сегодня требует и надеется на нашу поддержку. И дума, все фракции, все мы обязаны выполнить свой долг перед своими друзьями, братьями и соседями. У меня полдеревни ушли на заработки в Донбасс. Там было построено разом почти 200 лучших заводов. Донецкая область единственная в мире область, в которой было построено 5 крупнейших металлургических заводов. Это Донецк первый на планете город, где на каждого жителя их было миллион. Было посажено роза. Он выглядел по своей липоте и красоте, уступал только Киеву. А сегодня это горячая точка, которая проявляет редкое мужество и достоинство. Да, мы на Донбасс отправили 8 тысяч тонн грузов. У нас убавляет эту уникальную работу Кашин Владимир Иванович, наш депутат. Мы оттуда приняли 4 тысячи детей. Я благодарен всем фракциям. Они сегодня поддержали поправку о том, чтобы и на следующий год выделить 56 миллионов для того, чтобы принять детей и помочь. Но Донбасс требует и политического признания. Мы обязаны понимать, что любой, кто дрогнет по Донбассу, а завтра по Крыму, тем самым вынесет себе политический приговор. По сути дела и разрушит наше определенное единство, которое есть на почве истинного патриотизма и уважения всему лучшему, что есть в нашей вековой истории. Я хочу поблагодарить от души Ивановича. Мы вместе с ним формировали движение «Дети России, дети Донбасса». И оно успешно трудится и выполняет свои обязательства. Татьяна Пономаренко развернула уникальную выставку, где есть судьба, как он формировался. Где есть те, кто сегодня помогает. Где есть панорама уникальная и города Донецка. Где есть пробитые осколками и пулями тортины. Где можно, просто пройдя по этой выставке, почувствовать все, что связано с современным, прошлым и будущим. Поэтому давайте поблагодарим уникальную художницу и гражданина. Поблагодарим за то, что мы сплотились вокруг поддержки Донбасса. Пожелаем друг другу успеха в этом благородном и крайне нужном деле. Спасибо.